друзья привет я александр беляк рад вас приветствовать на своем канале если вы любите бога любите божье слово и любите божий народ тогда вы на правильном месте мы здесь объединяемся вокруг слова божьего и в данный момент мы читаем книгу пророка еремии сегодня мы читаем главы с 18 по 20 и перед нами еще одно из пророчеств еремии и так притча о горшечнике в 18 главе демонстрирует высшее право бога обращаться по своему усмотрению над народами и царствами метафора глиняного кувшина которому надлежит быть разбитым 19 главе показывает неотвратимость божьего наказания над иудеи а в 20 главе мы видим реакцию людей на послание иеремии и читаем о страданиях пророка ну и прежде чем вы будете читать я хочу напомнить вам 5 основных ключей которые нам нужны для того чтобы книги пророков воспринимались нами легче и мы могли ориентироваться в них лучше прежде всего это конечно же исторический контекст нам нужно всегда иметь ввиду в какое время пророк жил и служил это допленение во время пленения или во время возвращения и из плена пророк еремия служит до пленения иудейского царства и нам это нужно всегда помнить то есть сейчас мы находимся еще в то время когда пророк предсказывает пленение когда предсказывает наказание которое придет за их идолопоклон ства и непослушаем и вторым ключом к правильному пониманию пророка является тема божьего Тема Божьего Царства это вообще центральная тема всей Библии. Божье Царство было предсказано во времена Ветхого Завета и во времена пророков. И Божье Царство это тема, которую учил Иисус Христос, то есть в основном пришло Царство Божье, приблизилось Царство Божье. И конечно же приближение Царства Божьего это является основной темой всего Нового Завета. Мы знаем, что Царство Божье оно приходит в этот мир в три этапа. Первый этап был во время первого пришествия Иисуса Христа в этот мир на эту землю и во время его земного служения. Следующий второй этап это время Церкви, это то время в которое мы сейчас живем. Именно через Церковь Бог, Дух Святой распространяет Царство Мессии. Окончательно же Царство Божье восстановлено будет на этой земле во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Именно тогда все зло, все что противится Господу будет уничтожено и останется только Царство Божье. Мессия это третий ключик и в определенное время пророки знали, что должен прийти Спаситель. И это и было также их таким пророческим мессианским ожиданием. Спаситель, Мессия это Царь, который установит свое Царство и уничтожит всякое зло. Тема Заветов это следующий ключ, который нам нужно всегда помнить, потому что взаимоотношения Бога с Его народом и вообще со всем миром, оно регламентируется Заветами. И в Ветхом Завете мы говорим о заветных отношениях Бога с Израилем, в Новом Завете мы говорим о взаимоотношениях Бога с Церковью Христовой. Но Заветы является важная тема и никогда не забывайте, что мы живем во время Нового Завета. То есть Завет есть, условия определенные есть. На основании этих условий мы получаем, переживаем Божье благословение. И последний ключ к пониманию книг пророков это три группы людей. Сегодня большинство верующих людей мы делим мир на две категории. Это верующие и неверующие, спасенные и потерянные. Но пророки мыслили немножко по-другому. И нам будет тоже с вами легче разбираться во всем, что происходит и в мире, и в Церкви, когда мы будем мыслить вот этой вот категорией пророков, их служения. А они делили мир на три части. Первая часть людей или первая группа людей это люди вне заветных отношений. То есть это все неверующие мы бы назвали или все язычники. В общем, кто не принадлежит к Божьему сообществу. Другая категория людей или группа людей это члены видимого завета. То есть это вся видимая церковь. В Ветхом Завете это израильский народ весь во всей своей полноте. В Новом Завете это вся видимая церковь. Каждый, кто декларирует, что он принадлежит Иисусу Христу и он является христианином на основании апостольского символа веры и тех постулатов, которые нам даны церковью, мы принадлежим к телу Иисуса Христа. Но также мы должны понимать, что не все, кто сегодня посещает церковь, являются истинными верующими. Поэтому пророки также понимали, что есть вот эта категория людей, которые принадлежат к невидимому заветному сообществу или к настоящей церкви. Или они настоящие верующие. И задача внутри церкви и сегодня у нас и у них в то время как раз и была в том, чтобы всех тех людей, которые принадлежат к Богу, но они не настоящие верующие, чтобы они стали настоящими верующими. В этом сила пророческого послания. И поэтому нам нужно тоже быть внимательными к пророческим посланиям, а вся Библия несет в себе такой пророческий контекст. Каждая проповедь несет в себе пророческое, призывное такое слово, чтобы мы становились ближе к Богу, оставляли идолов своих, оставляли какие-то ложные свои идеи, упование на плоть, упование на свои силы. И все больше принадлежали Богу, посвящали Богу себя на служении. Таким образом мы и возрастаем духовно. Нас все меньше, Бога все больше. И так Еремею было сказано, чтобы он пошел в дом горшечника. И там он наблюдал, как тот делал из глины сосуд. Так как сосуд не получался таким, каким хотел видеть его горшечник, он его постоянно переделывал. Я сам видел этот процесс, я думаю многие из вас тоже, когда горшечник он лепит, но он может в любой момент скомкать и все начать делать сначала. Поэтому и для нас сегодня это не совсем такой далекий образ. И так пока пророк внимательно следил за работой горшечника, Бог комментировал ему весь этот процесс. И главная мысль здесь та, что Бог строит свои взаимоотношения с израильским народом или любым другим народом. И в зависимости от его нравственно-духовного состояния. И руководствуясь этим духовно-нравственным состоянием, он приводит в исполнение свой приговор над этим народом. Либо его устраивает, утверждает в соответствии со своей волей, со своими обетованиями. Либо отменяет обещанное ему добро. Читая это послание пророка, я бы выделил три момента, над которыми и предложил бы вам поразмышлять. Прежде всего, первое, это то, что Бог имеет неоспоримое право и непреодолимую способность формировать и организовывать царства и народы так, как ему угодно, чтобы они служили его целям. Шестой стих, помните, 18 главы. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Следующая мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, это то, что Бог волен изменять свои решения и регулировать взаимоотношения с нами в зависимости от нашего ответа на его предложение прощения или угрозу наказания. Хотя сам Бог по себе не изменяется, мы знаем, но он оставляет за собой право изменять свои решения. И в этом случае, я думаю, мы тоже можем вполне понять, что мы созданы по его образу, да, и мы тоже принимаем какие-то решения, но из-за обстоятельств мы можем их менять. Другие пророческие книги, да и вообще вся история библейская, которую мы видим, и история мира, она, в общем-то, показывает этот Божий принцип. Немного позже мы будем читать о пророчестве Неневии, и когда люди обратились к Богу, Бог отменил свое наказание. Это нужно иметь в виду, потому что некоторые люди, они знаете, как относятся к пророчествам. Если вот пророк попророчествовал или Бог что-то сказал, все, это будет, даже если ты вообще совершенно будешь сопротивляться. Да, конечно же, Бог неизменно приведет в совершение все свои планы, которые связаны с глобальным изменением мира. Но в то же время то, что Он в процессе этих планов, Он может взаимодействовать с нами по-разному и приносить определенные изменения, реагировать на наши решения. Это очевидный факт, который мы видим в пророческих книгах. Третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это реакция людей. И, конечно же, в наше время, как и тогда, люди по-разному реагируют на Слово Божье, на проповедь Евангелия. Мы видим, что в то время пророку Еремии было не сладко, в конечном итоге его избили, в конечном итоге его наказали, подвергли какой-то определенной казни, еще и позорной казни. Да, его не убили, но в то же время наказали. И в наше время мы, слава Богу, живем не в то время, когда над нами могут издеваться физически, но реакция людей очевидно различна. Новый Завет также об этом говорит, что и жизнь верующего человека, и наше послание, оно по-разному воздействует на людей. Для некоторых это запах живительный, он нас оживляет, он дает надежду нам, но для других это запах смертоносный. И, конечно же, люди по-разному реагируют. Поэтому мы должны быть тоже готовы, что иногда мы будем сталкиваться со сложными жизненными обстоятельствами, с непониманием, со сложными людьми. И с нами тоже будут поступать несправедливо, но наше послание не должно меняться. И наше служение тоже не должно останавливаться. Самое важное, самое ценное, что мы можем делать в этом мире, это делиться Евангелием, это передавать Евангелие. Это вообще смысл жизни христианина. Помните, горе мне, если я не благовествую. Поэтому подумайте, служите ли вы делу проповедований уже сейчас и сегодня. Совершайте это. Писание говорит, это делать нужно до тех пор, пока еще есть время. Настаивать нужно вовремя и иногда даже не вовремя, но Слово Божье должно быть проповедано всем людям, чтобы хотя бы некоторые из них спаслись. Поразмышляйте, что вы думаете о Божьем суверенитете. Видите ли вы Божье проявление благодати в вашей жизни, а также то, как Бог взаимодействует с вами. И, конечно же, живете ли вы прямо сегодня ради проповедования. Будьте благословены. Продолжение следует...